переходим к делу так 50 минут еще еще немножко я пойду наливать чай смотрите внимательно это дерево это мне прислали две фотографии вначале это выглядит безобидно но смертельно значит фактически перед вами мертвое дерево сейчас я докажу так уж получилось я ненавижу слово мульчирование только потому что мало того что часто садят на ровную поверхность это уже опасно в углублении это смертельно дерево выглядит бледно но почти ничего не видно тогда я попросил еще фотографию пришла внимание смотрите вначале на кору видеть его там страшная щель отслоилась видите это бывает как я часто показываю еще покажу я вам показываю когда дерево карант старого пается появляется новое ничего опасного там нет это как раз змея сбрасывает шкуру старую потому что она растет а шкура не может увеличиваться до бесконечности крабы тоже бывает им же надо поменять эту панцирь но он зарастет и он панцирь сбросил и это самое какое-то время ему тяжело и болезнь и опасно так и тут вот вам примеры так вот все самое главное показываю внимание вначале я обратил внимание еще вот тут ага я вижу кора не в порядке но тут плохо видно согласитесь вот добавочная фотография смотрите что я обнаружил вот я человеку сказал давай копать глубже раскапывайте человек раскопал под этой мульчой дерево чтобы спастись начало добавить добавочные корни это корни не настоящие это те самые корни которые мы называем клановые подвои они с таких же палка втыкаются а здесь нет здесь корни то есть откуда берутся добавочные это клеточный материал это дерево спасается вот и мой пример очень показательный из таких примеров состоит вся моя агротехника сейчас объясню я еду я дважды был челябинске в один из двух случаях все это широко освещалось уж те-то годы уже ли заведет на это на урал в одном случае я буквально наводил там порядок потому что меня попросили я попросил это не помогло перестроить людей там где я наводил порядок было восемь кандидатов наук в этой фирме восемь кандидатов наук я помню собрание не собрание нет это как знаете это собочек на столе стоит то ли французский коньяк то ли французское шампанское но все что-то французское уважение ко мне полно стол накрыть но буквально мы же профессионалы пусть это громко сказано я же никто зовут металлург но тем не менее я считаю себя профессионалом буквально через полчаса мы переходим на агротехнику и тут я развернулся и давай рассказывать рассказать как надо вращать царницы те что на продажу потому что мне все не нравилось там а меня и позвали туда за этим вот никто не не это пальцы не гнул вот сам факт приезда железова был расценен как сенсация сейчас-то я никому не нужен тогда я был нужен и вот тот момент я все помню а их сидит 8 человек а я девятый и директор генеральный десятый вот и мы сидим серое я когда начал говорить что вот это надо бы делать и так надо будет и только одна из них вот я произнесу фразу да а я вам говорила остальные семеро молчат проходит несколько минут я привожу другой пример вот здесь надо бы делать так а я говорил среди них тоже было позиционер но его видимо это дамы не сильно присутствует она была сильно молодая для этого коллектива остальные уже маститые их и брали а вот так и до того берем тебя работать в эту фирму а фирма крупнейшая в россии крупнейшая вот это было а теперь я почему это говорю значит я возвращаюсь опять получаются одни воспоминания но по делу я возвращаюсь это сажусь поезд вот и значит еду через два-три уральских города что вы думаете вот мне звонят говорят мы вас я снимем с поезда какой из уральских городов я не помню записи никогда не вел памяти лет ну на сутки было за это и я в это выхожу меня хватает чемоданы ведут к себе значит они занимаются выращиванием саженцев 30 тысяч похвастались каждый год продают когда я посмотрел что они продают а я же должен улыбаться а кто меня научил улыбаться мы запускали сарянский алюминиевый завод значит половина не те кто пускал вместе с нами были специалисты газочисток это шведы и немцы вот по-русски они не разговаривали но зато хорошо улыбались чтобы не было мы один раз под по глупости нашей российской мы уронили огромное как никого не убили огромное не выдержали эти самые крюки огромную кассету с этими с фильтрами можете представить высоты метров 15-20 лететь здесь дребезги они улыбаются понимаете они улыбаются и вот я понял что это и у них это так и надо и вот тут я был уже опыт у меня был вот такой на пуске когда он расскажет слово мат я улыбался улыбался вот они меня водят по саду по-своему я улыбался они искалечили деревья они брали огромное лежат прям на улице лежат огромные эти самые снопы с черенками нарезаны у них настоящий матовый сад но они просто лежат и даже не под снегом концы не замазаны на деревьях торцы где они отрезали не замазаны господи что это такое а саженцы показали вот такие вот а почему они уже полудохлое привать оно полудохлое то что привать оно уже полусухое и вот я уж и так и так и как-то помягче потом повезли меня в поле сказали мы тут берем 6 гектаров я посмотрел это поле оно голое я какие 6 гектаров какой маточный сад и не выдумывайте вот и по это дайте кому денег чтобы он чтобы вам его не отдали что вот кому-нибудь подкупите чтобы вам отказали вот но ограду там зеленую ну лет через 15 будет у вас ограда зеленая ветра защитная ветра ломная и может мы может я хоть тут им помог все-таки они меня опять коньяк опять я у них ночевал все на другой день посадили на этот на следующий поезд вот но это было и вот они мне подарили один из фирменных садов а он был горшочек я привозил к себе высота общая то есть горшочек и вот столько всего просто это яблонька и вот тут то я ее препарировал пусть бы они меня просили я ничего не говорил я сразу взял нож разрезал эту литровую баночку это литровую баночку без горушка не росло и посмотрел у них значит вот такие же вот эти корешки на схеме на фотографии видите вот так же торчали корешки выше прививки выше прививки почему вот настолько прививка была закопана я взял а мне надо я же этот у меня работа такая же как его назвать патологонатом но садовый хоть сказано как-то грубовато патологонатом это моя профессия я самопровозглашенный единственный на планете патологонатом я разрезал полностью полностью вытряхнул ниже прививки все сгнило было мертво а как вы хотели есть понятие корневая шейка это она особое место которое не гниет или хотя бы у нее прочность хотя бы в несколько раз выше чем просто у штамбу чем просто у коры в любом месте мыши и вот у них получилась выше обросла допрытым корешками они же прививки мертвое все и тогда получается что обман ниже прививки все мертвое морозокисто откуда а эти корешки не дали умереть ну выросло вот такой жалкий они такими жалками торговали вот это было и вот навеяло вот эта фотография еще раз видите я укрупнил вот они вылезли но эти корешки дополнительные это клеточный материал из клетки они не спасут и спасли все вот это я хотел сказать пусть долго пусть нудно 10 минут я вам говорю пример приводил про поездку а почему я еще хочу когда-то у мичурина 5 или 6 книг было собрали все естественно после смерти к это по 55-56 год собрали все я читаю а им надо было побольше материала я читаю мичурин дает будучи уже академиком будучи уже как бы лидером в этом плане он смело дает это сама так значит амурская область город благовещенск а вы же знаете что там это же эльдорадо там эндемики растут там все есть опять загибать пальцы яблони груши абрикосы слева перчики черешки это все есть виде подвоя и вот он дал команду собрать семенной материал с 20 гектарного сада не сада нет леса 20 гектарного леса где растут эндемики уссурийские груши вот это был мичурин и хотя попробуйте получает допустим там председатель совета там этого самого ну то есть главное лицо сейчас это губернатор тогда это мог быть первый секретарь горкома обкома получает письмо отмечения что он должен был сделать только так попробуй откажи вот это даже вот такие там были телеграммы все это когда-то я хочу чтобы изложено пусть будет коротко вот я рассказал про этот самый саженец который привиты на закопа на к это место привити этот случай как значит у женщины мыши своровали целый участок косточки и съели а у вас прятали от нее вот и вот этот случай вот и у меня этих самых и случае как я кандидатом наук лекции читал и только одна говорила а я вам что говорила я вам что говорю и это когда-то это пусть будет пусть не учебный материал но люди дети школьники студенты даже через это пройти потому что это и есть жизнь а если просто вы знаете почему невозможно ведь на эгэ сочинить про это вот меня бы сдали миллион рублей сказали ну-ка сочинить невозможно настолько все это сложно все это точно как это поговорка или анекдот как сложен мир воскликнул ёж слезает сапожной щетки вот поверьте еще сложнее поняли да я не хочу чтобы это грустно было отсюда и анекдоты мои идем дальше это я сейчас прошел корову я пошел подлить чаю чаю вот чаю чаю горяченького горяченького как всегда много говорю вот носоглотка у меня плохо пишет а я получается пересыхаю как горло сейчас я сейчас я Продолжение следует... 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 ну ладно ну клянусь же богом же не поливаю же а урожай видели и тогда получается зачем она это делает вот ему заняться нечем но вы понимаете что если бы не было бы этого судить внимательно не было бы целой страницы и таких примеров много вот тут изувечим там искалечим тут подгоним вот такое впечатление что парикмахером был до этого как стал садоводом ну так а почему теперь внимание это очень важное письмо когда-то из таких писем не будет состоять вот то самое чтение около садовой литературы которая от которого больше пользы чем от сухих против ведь невозможно вы понимаете когда я говорю что нельзя делать обрезку меня по морде по морде конечно а вы же режете ну идут вырвать из текста нельзя делать а дальше а пошли исключения обрезка на снижение хроны обрезка на омоложение уже просто надо знать когда это делать а как это делать обрезка при пересадке а санитарная обрезка нет надо первую фразу взять что железо против обрезки все а значит он дурак как это святое резать то и вот тогда смотрим письмо одно из тех будущее будут таких вот состоять книги из таких будут состоять лекции будут также читаем я когда-то так вырастила ну то есть много косточек посадила от абрикоса это писал со мной переписка большие такие сладкие южные южные оставлю три штуки а потом пересаживаю три раза каждый год кто-то кто-то и вот что интересно да видите как пошло кто-то это значит расхожее мнение это тоже самое что все знают что вода мокрая ну кто не ну кто скажет что она сухая вода мокрая а пересаживать она три раза такая же истина кто-то сказал что надо центральный корень подрезать смотрите вначале пересаживала три раза корни калечила и еще центральный корень надо подрезать а а ведь это девятнадцатый век вот это поняли девятнадцатый или двадцатый вот она видели и так три раза пересаживала это беда страшно центральный корень подрезала в итоге они выросли кладов не было а ствол весь был в ранах каких-то в ранах то есть одним словом выкопала выбросила вот такая история выкопала выбросила я каждый раз пытаюсь такие письма препарировать как получается что кто-то ей сказал и 1 3 раза при возможно хороший саженец хоть вряд ли но вдруг хороший ты надо писать я пытался понять зачем это бродит по стране зачем ведь меня не помню самое главное классики говорили это но среднее звено многие считают что это правильно вот и что есть один из вариантов знаете какой и два варианта 1 после 3 пересадки они начинают хорошо расти один вариант и 2 с каждой пересадкой а дикари становятся культурные культурные то есть вот такие плоды пересадил вот такие кстати уже дайте до плодоношения увидеть что плоды мелкие уже плодоносящий саженец искалеченные корнями пересадить не убить а вот все-таки до снова дождаться урожая уже крупнее а третий раз будет еще крупнее вот эти два заблуждения пересадка чтобы они просто росли лучше и второе пересадка для того чтобы оккультурить вот эти две идеальные глупости родились вот отсюда препарируя эту тему и так у нас стране 5-10 процентов почвы находятся в геопатогенных зонах у нас их вообще огромное количество вот я допустим живу предгорьях это отдельная тема я недавно говорил никто и ухом не повел мне как говорится ни уха не врыва ни к кому ничего не надо вот у нас гигантские площади город цена вас находится под этим самым как она стоит на геопатогенных зонах естественно по краям города частный сектор майный частный сектор предгорья черемушки это вообще горы их очень много и вот кто-то когда-то попал я так понимаю но уже авторитетный человек которого прислушивали он посадил попал геопатогенную зону его дерево ни живо ни мертво ни живо ни мертво он его пересадил в одном случае он сразу хорошо пошел а в другом случае снова плохо геопатогенные зоны это может быть десятки квадратных метров так сотни и только с третьего раза попал на чистое место геопатогенную зону перевожу на нормальный язык на нормальный бытовой язык вот гиблое место гиблое так вот с третьего раза он угадал и вдруг и мне пусть такой случай один но он очень яркий валерий кассины что мне делать сидит зараза и не растет и не умирает и не растет и тут я говорю а вдруг кого а я специалист причем не из последних янса на у тебя биополе 3 метра помнишь как я тебя это самое инструктировал не вздумая это самое злиться на людей только любить тем у кого большое биополе это люди избранные богом плохо что многие кто злятся не знают что они могут чеку принести вред но слава богу я бы не дружил никогда с чеком со злым биополем так вот значит если вдруг а женщина мне отвечает да я пересадила а у него он три года сидел не роз и говорит за один год он стал как будто трехлетний то есть стоило ему попасть на хорошее место и пошло и пошло и пошло вот и я тогда понял есть причина причина была настолько явная для меня настолько непонятная и ошибочная для всех остальных и так пересаживала три раза центральный корень подрезала чего я научили выкопала выбросила поняли да вот отсюда вот это слово гпз гепатогенная зона вот и так а ведь это не шутки если где-то это 3 процента 5 процентов всей территории запоминайте гепатогенная зона это по железу вот я много посмотрел это самый ну конечно я не докучаю информации то мне в тысячи раз больше чем докучаю и тогда я пришел к мнению трещина огромная сотни десятки километров то есть вся вот это вот как его назвать ну знаешь что такое горы знаете это когда соединились две так же как мои советские горы это как соединились две платформы гигантские каждой толщиной десятки километров вот и вот здесь вот бах и прошло вверх и вот она гора и получилось много в горе трещин сверху заплыла сверху это почва мы насквозь не видим этих самых белокарточка у нас не любят не терпят мы халтурщики мы эти самые городские сумасшедшие в результате как поставил кровать так ты умрешься этой кровати если тебе повезло в гпз самое обидное что этого никто не знает это касается людей это касается аварий на дорогах вот и наконец это касается посадки деревьев посадил мертвое не сади больше вот это все знают вот это хороший совет это не я это все знают не сади то место где погибло дерево не знаю что такое гпз вот так вот но не сади вот это очень важная тема пусть опять долго говорил много воды а как проще сказать вот так я прокомментирую так ребята дальше идем это знаете выкорили это очередное ведро я это называю ответственность перед садом стоило выковырять эти мякоть возвращаю под деревья это для меня очень важно все это должно вернуться под дерево а не так как другие наоборот все из дерева вылезть вот считается что как ее называть наверное большинство обывателей наученные опять же к сожалению людьми учеными или которые себя называют учеными экспертами на самом деле невежество страшное вот но они считают что почва под деревом должна быть стерильная ребята почва под деревом это упавшая скотчная трава это упавшие плоды это листва листопад все лежит все перегревает и не надо бояться никаких листоверток не надо бояться никаких плодожорок ничего не надо бояться что якобы мы от них избавимся это тот же самый я уже который раз говорю когда лорд обращается к своему борецкого говорит он закройте окна я не собираюсь оточки я не собираюсь за свой счет обогревать вселенной а вы многие из нас ну не мы с вами мы там уже не первый раз вот многие знают прекрасно что если мы сейчас выгребим все вот мы оставим они не знаю что мы оставим червей без еды разрушится пищевая цепочка дерево ослабнет дерево будет болеть даже если не перекопать почву но еще надо перекопать тогда мы полностью мы насыщим якобы кислородом елена сана это твои коллеги если изувечить почву уничтожить капиллярные сосуды уничтожить ходы которые делают эти самые 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 главные труженики черви вместо этого перекопать почву называется насытить кислородом перекопать уничтожить все плодородие вот а потом они считают что все все зловредно уничтожили про полезное молчать кому нужно черви муравьи зачем они нужны все это так и наконец наконец три метра в сторону вот они с крыльями подожорки три муравьи с крыльями вот значит бабочки которые откладывают эти самые яйца а значит имеется ввиду капустницы тоже любят это гусеницу садить на деревья здоровое дерево все это дохнет дерево ослабили оставили без еды залили водой чтобы она до конца сдохла и вот оно уже все гниет и вы пишите в магазин а перед вами вот такой список потому что любой на любом канале крупном обязательно идет продажа этих вагонов потом покажу ниже вот на самом деле все что делается в саду все перегнивает все должно быть в сохранности и что обидно было позавчера когда ей показывали художественный фильм и там идет любовная линия вот он она ты миллионер а я это и она стоит с граблями девушка симпатичная молодая влюбиться сразу ну то есть есть же такие что это не пройдешь мимо молодая такая и видно что у них очень сложные отношения она ну представьте себе что она выгребает листву из красивейшего красивейшего сквера там огромные деревья зеленый газон и сверху листва и она ее выгребает это ее работа а он не уговаривает я тебя люблю хоть не ну и что что я миллионер вот позавчера показывали этот фильм по центральному телевидению понимаете но если бы люди же смотрят я уверен на миллион человек кто его видел допустим миллион я один понял она выполняет дурную работу но именно вот это и есть норма что это нормально что показать что человек зарабатывает там небольшие деньги ясно выгребаю листу сколько он заработает догадайся ну гроши вот но это сам факт что нельзя трогать надо перестроить так чтобы голову не пришло человеку давать грабли чтобы вымести из сквера самое главное листья которые все должны оставаться на месте все до единого листочка но если взял для гербария один лист для гербария красивый там клен и так далее ну извинись перед деревом это не твое ты тут чужой пришел полюбовался ушел не трогайте листу это не мусор и еще расскажу помните я еду с москвы я провел два семинара по три дня слушала меня сто человек вторая тройка дней еще сто человек развернутая лекция вот потом кто написал что железо поставил москву на уши а москва и не заметил 200 человек это не москва один из чехии двое с прибалтики пару человек с украины пару человек белоруссии сибири 5 человек вот ну там ну и половина примерно половина была москвичей кто там руки поднимали кто из москвы половина это все оказалось хернёй я зря только время терял я потом сделал диски они сейчас поначалу диски брали каждый день сейчас ни одного вчера у меня это купили два диска по 300 рублей настоящих они что говорят нет нам твердое надо я говорю электронная есть пять минут они у вас нет нам электронные вот но это за три месяца два диска это ценнейший материал и вот тогда я что хочу сказать сейчас поймете значит я возвращаюсь в москвы я сажусь в поезд скукотища не было тогда возможности этих же телефонов с этими с вас как они называются с ютубом вот не было я набрал газет вот я открываю московскую газету и читаю огромный заголовок а это меня касается московский я еще третий раз или второй раз говорю московские экологи проиграли битву жилища коммунальным хозяйством это значит что нашелся а дальше статью читаю оказывается то что я толдычил перед 100 человеками а это же газету наверное прочитали может 10 тысяч может 100 тысяч московская газета и эти 10 или 130 человек прочитали следующее что я то не самый умный что московские экологи бьют тревогу потому что нельзя убирать эти листья из этих из скверов а жеки за счет москвичей купили страшно дорогостоящую аппаратуру и работает она как мощнейший насос и теперь уже не та девушка с графиками что показали позавсора по центральному телевидению фильме а еще 12 когда 13 лет назад когда я с москвы возвращался и читал это жаль не сохранил газету жаль то о чем я толдычу до сих пор импортную технику накупили специальные насосы по уборке листьев и там фотографии огромная машина едет такой хобот и этот самый листья всасывает себя это что были же умные люди кто их послушал кому нужны помните брусчатку за лету три раза помните три раза цветы посадят через два месяца выкупают посадят выкупают посадят а деньги какие шли а потом такая как дайте наше это примеру какие деньги брали с людей самый яркий пример прозвучал когда возмутилась наша артистка которая про титаник то поет с нее жек потребовал миллиона полтора или три с половиной миллиона за обслуживание какая может квартира ну хоть десять комнат но все таки это не это сам или пять комнат то ли полтора миллиона то ли три а вот она тогда и возмутилась за что деньги берут а вот дарит и это включили заплатил кусок этого специального специального пылесоса по уборке листьев а сказать людям это лист не принадлежит нам это не мусор ходите и любуйтесь когда листопад сентябре в октябре ходите лист падает деревья становится багряного цвета красоты необыкновенно и лист упал уже он не просто зеленый он не просто гнилой если дерево не калечит как вы калечит это ужас какой-то я до сих пор я езжу по улице один я вижу эти огрызки веток огрызки веток вот страшно смотреть на это а никто не замечает один такой на весь город на нашу страну и вот тогда вот тогда значит окажется что мы избавимся от дурнейшей работы не надо белить деревья тем более дикоросы ведь берутся да еще цвета я же рассказывал на урале окрасили в зеленый цвет деревья окрашивали в зеленый цвет валый цвет и это на полном серьезе километры я вам показывал фильмы снимал я вам показывал фотографии это вся дурь и все за насчет еще можно было бы уменьшить мусора и меньше мусорных машин тоже импортно вот если бы закапывать у себя на даче хотя бы пищевые отходы чтобы возвращать природу хотя бы часть вот еще дошло вот это я назвал ответственность перед садом а а а а а